итак здравствуйте мои дорогие телеслушатели и радиозрители значит вы мне конечно можете опять сказать упрекнуть меня в том что ну кайф миск пэйва ты же снова ничего не поменял только выставил больше ты даже не протер стол на столе какое-то самое пятнышко на что я вам скажу да 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 в охотку можно записать несколько роликов я не хотел так сказать предыдущих видео но я прошу прощения не хотел тулите всю эту тираду в ролике обзорные этот ролик разговорный я хочу эту тему поднять сразу здесь значит тема как могли прочитать название такая зашкварный пацану пить слабоалкогольные напитки как бы вот окей его понятно все там у стронбери всякое такое пиво ну туда-сюда на самом деле вот с ним уже вопрос начинается про всякие там king's bridge и шейки я вообще молчу безусловно считается что это напитки для девочек в общем то дамы извините но по факту это так и есть мужики их пьют редко но каждый из нас ловил себя на мысли и порой ловил себя на мысли уже когда стоял прямиком на кассе с полной тережкой этого барахла что ты идешь по магазину и думаешь типа блин шейк блин вишневая виноградная малиновая лимонная имбирная пиво как гаражик фигажик может быть взять и действительно иногда этого прям хочется но тут как бы закономерный вопрос стоит ли на кассе стыдливо прятать это пиво куда-нибудь батон хлеба или все-таки можно гордо и смело выкладывать чтобы все это дело взять видели если на улице попивая его где тебе подойдут полицейские и скажут распитие алкогольных напитков в описании запрещено а ты скажешь но ведь это рэво это шейк а тебе скажут а это шейк тогда сразу в тюрьму мы из тебя сделаем одну интересную птицу нормально ли это вот лично мое мнение что любому спиртному стоит давать шанс знаете это может быть покажется вам глупостью может быть даже полнейший но например когда я учился в школе или там был на первом курсе университета давайте немножко бахнем рэво за это дело этот вопрос в мире был актуален и важен то есть нормально ли пить такие слабоалкоголки тем более тогда там в пятнадцатом четырнадцатом шестнадцатом году слабоалкоголок было реально намного больше то есть были помню пиво с такими разными вкусами там со специями фигециями ну реально глаза разбегались то есть одно время это было очень модно в принципе к лимонному пиву все относятся ровно а вот ко всему остальному тут же начинаются вопросы а вот хотя любой пацан знает что лимонное пиво с похмелье с попойки вчерашние это самое милое дело особенно ну и лично я люблю айсмикс славутич вообще славутич пиво выпускать перестал к сожалению хотя это реклама моего детства и все подворотни в моем детстве были засраны баклажками от пива славутич и сармат конечно этого немножко не хватает сегодня не имею ввиду засранных подворотин и хоть отбавляя именно тебе баклажек пустых вот вопрос для меня тогда я был достаточно актуален как для всех все как-то если берут что-нибудь такое то начинают стыдливо отводить глаза и мямлить что-то типа да я не себе да я просто девушки ба она отказалась вот но не пропадать же добру не надо всего этого если вы молодой человек вдруг меня смотрите забейте мой личный взгляд на это дело если вы не даете шанса какому-то спиртному напитку а при этом считаете себя пивным или алкогольным гурманом и эстетом вы просто токсичная комьюнити так сказать нельзя быть токсиком нельзя засирать пиво по его при нам и открыты для всего пива гбтq плюс а и пиво любой цвет любой вкус любой тон прекрасен любая пена прекрасно и вы не должны видеть вишневое или виноградное какое-нибудь пиво и отворачиваться от него вы не должны видеть шейк и говорить нет это говно я пить не буду ни в коем случае в таком случае вы не имеете права называть себя алкогольным эстетом алкогольный эстет даст шанс любому спиртному ну а вдруг так выйдет ну а вдруг действительно получится что вам нравится шейк или king's bridge а мне лично нравится king's bridge посмотрите какое я от груди 100 килограмм поднимаю и после качалочки еду и пью king's bridge потому что мне нравится потому что он прикольный вот этот вот гейфрутовый вкус мне он нравится шутите я устрою вангачимучи вот ребята вот и все берите спиртное любите спиртное хорошее ну или плохое давайте ему шанс этот канал создан для того чтобы вы не только понимали что стоит покупать на что стоит тратить деньги на что не стоит в это тяжелое и к сожалению бедное время этот канал в том числе для того чтобы вы избавились от своих комплексов и зажимов чтобы вы поняли что зашкварного ничего нету вы можете брать любое спиртное водку хортицу казацкую радувь рево стронгберри т3 вишневый абсолютно все что угодно и пить это если вам то понравится то пить это с удовольствием вот это я вам советую вот это вот я вам желаю если вы вдруг попробуйте какую-нибудь супер дешевое спиртное если вдруг попробуйте моренго и и вам кто-нибудь скажет типа вот я например у меня такая ситуация в жизни я вечно я самый бедный из всех своих я вот переселенец я оказался в киеве и у нас ни копейки за душой не было все мои друзья все мои классики все были намного богаче меня и когда я пил какой-нибудь моренго и говорил типа блин прикольная штука и меня говорили то ты шо то это говно да я стыдливо отводил глаза в то время а знаете что не нужно было сейчас мне моренго наверное не понравится принципе я его в сто лет как и не пил уже но тогда мне нравилось и это самое главное не стесняйтесь своих вкусов давайте шанс может быть она мне понравится и сейчас я зря так за боюсь его покупать не стесняйтесь вам понравилось что-то не подходящее вашему гендеру или не подходящая по ценовой категории допустим под хорошую хорошую спиртной напиток поверьте это все мелочи и ерунда берите и пейте поверьте самое большое удовольствие в моей жизни это прийти на встречу зумерков которые праздновали день рождения чего-то чей-то день рождения а вот я опоздал подойти к столу на котором стоит какая-нибудь мешанина из господи текилы стопроцентная агавы водка абсолют эликсир со вкусом лимона лайма и золото односолодовый арбик десятилетней выдержки в бутылочке 07 подарочной упаковки пиво какое-нибудь выпущенное по заказу отдельного монаха в кельне за миллион долларов преувеличивание конечно тем не менее и зумеры сидят как на этих мемах зумерами едят таблетки для жидкого порошка тает вот а ты подходишь к ним снимаешь рюкзачок растягиваешь его и в праздничной красивой упаковке достаешь бутылку водки президентский стандарт вот так вот ее достаешь у меня сейчас сожалению нет я очень хочу снять на нее обзор но я не могу ее найти с этим чертом кризисом более того с этим драным дефицитом понятное дело что древо нужно было пить из самого простого пластикового стаканчика вот этого мягенького гаденького я нигде не нашел я был в трех магазинах и я нигде его не смог найти это кошмар ну их стаканчики вот и бутылку президентского стандарта найти не могу но поверьте это огромное удовольствие когда все пьют всякую модную дорогую дичь ты берешь не очень дорогую хотя и не самую дешевую берешь вот такую водочку которая действительно хорошая которая тебе нравится приносит удовольствие в красивом тубусе пункс открываешь его достаешь бутылку она выглядит как башня танка ну в переносном ну не знаю но что-то мне так напоминает в общем брутальная на ней нарисован герб и все-таки в золоте дорогих таких зеленомраморных наших партийных скажем так цветах их ставишь прям посреди стола и все понимают кто за этим столом газда до новых встреч друзья и и и Продолжение следует...